МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 60 талантливых молодых людей соревнуются за возможность дальнейшего развития своего дела. Дельфийские игры начались в Махачкале. Дни Дагестана впервые проходят в Москве в Совете Федерации. Стартовали они в рамках столетия образования дагестанской автономии. Представительную делегацию возглавил в Рио глава республики Сергей Меликов. В первый день состоялись два расширенных заседания комитетов Совета Федерации. Говорили о сбалансированности бюджетов региона в России на примере Дагестана. На второй встрече обсудили проблемы социально-экономического развития республики. Также коснулись проблемы переселения граждан, которые проживают в опасных для жизни зонах, вопроса строительства и реконструкции канализации и очистных сооружений. Ру глава республики Дагестан выступила с инициативой проведения Дней Республики в Совете Федерации для того, чтобы обозначить серьезные и важные, насущные для Дагестана проблемы, при реализации которых мы могли бы кардинально поменять положение дел по социально-экономическому развитию региона в соответствии с национальными приоритетами, в соответствии с теми указаниями, которые мы получаем от руководства страны, прежде всего от президента Российской Федерации. 600 миллионов рублей на ремонт и строительство дорог получит в этом году Дагестан. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Деньги будут направлены не только на строительство и реконструкцию дорог, но и на капитальный ремонт, а также ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Работа по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде провела бригада пожарно-спасательного гарнизона. По словам противопожарной службы, наличие дыма в горящих помещениях делает невозможным или существенно снижает темп работы по ликвидации пожаров. В ходе учений была отработана эвакуация пострадавших, оказание им первой помощи, проникновение в зону пожара. Работники Министерства образования Дагестана прошли вакцинацию. По долгу службы им приходится взаимодействовать с большим количеством людей из сферы образования. В связи с этим госслужащие приняли коллективное решение привиться от коронавируса для всеобщей безопасности. Подробности расскажет Карим Таниев. Перед вакцинацией важно проверить наличие противопоказаний. Лариса Вычужанина, так же, как и многие коллеги Министерства, заполняет анкету и проходит осмотр врача. Начальник отдела по управлению проектами каждый день общается с большим количеством людей. Женщина осознает важность процедуры для выработки иммунитета. В сентябре месяце я переболела коронавирусной инфекцией, потому что часто приходится взаимодействовать с людьми по работе. И поэтому я решила на сегодняшний момент вакцинироваться. И считаю, что это является на данный момент единственной защитой от такой болезни. Вакцинацию проходит большинство работников Министерства. Врачи отмечают, в первую очередь, прививку необходимо делать сотрудникам социальных структур, медикам, педагогам. После процедуры пациенты находятся под наблюдением медика не менее получаса. Могут быть такие реакции, реакция местная в виде зуда, покраснение, вместение инъекции. Могут быть реакции общие, температура небольшая, субформирование, обзноб, но это нормально. Также такие же реакции могут быть на определенные другие вакцины тоже, на тот же самый гриб. Но на нашей практике такого, чтобы заболел после прививки, не случалось. Вакцинация двухкомпонентная. Она вводится в организм человека два раза. Вторую прививку Ларисы Вычужанина и ее коллеги сделают через три недели. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Тренировочный экзамен для организаторов ЕГЭ прошел в Махачкале. На базе регионального центра обработки информации преподаватели, члены комиссии, руководители и технические специалисты пунктов ЕГЭ провели апробацию единого государственного экзамена в игровом формате. Сегодня учителя вновь представили себя выпускниками школ и абитуриентами. По словам кураторов проекта, проходя через металлоискатель в своей аудитории, заполняя тестовые бланки и работая над заданиями, они смогут уже на настоящем экзамене легко находить выход из всех штатных и внештатных ситуаций. Очень важно, чтобы у нас не было никаких организационных, технологических, технических сбоев при проведении экзамена. Иначе это приведет к задержке экзамена, это приведет к напряжению в пункте проведения экзамена. Организаторы начнут нервничать, участники начнут нервничать. Задержка экзамена для участников тоже это нервный стресс. Поэтому мы обучаем всех категорий лиц, привлекаемых в ЕГЭ, для того, чтобы у нас экзамены прошли качественно, без организационных, технологических сбоев, в спокойной, доброжелательной обстановке. Аналогичные тренировочные мероприятия пройдут во всех городах и районах республики в марте и апреле текущего года. В Махачкале прошла встреча богословов и общественников со студентами из Магарамкенского района. Звучали нашиды и строки из священного Корана. Выступавшие отметили важность сплочения подрастающего поколения вокруг истинных ценностей. Они призвали молодежь помогать друг другу в благих начинаниях. Вот здесь сидящие молодые люди, если вы положение вокруг себя не исправите, если вы не исправите, в первую очередь, начиная с самих себя, затем своих родных и близких людей, кто это сделает за нас? Скажите, назовите хоть одну структуру или организацию, которая может навести порядок в головах молодежи. Не сможет бить самой молодежи. На ваших плечах лежит огромная миссия, на ваших плечах огромная ответственность. Мероприятие сильно понравилось. Это, во-первых, сплочает наш народ на единомышленников. Здесь можно набраться новых знакомств, знакомств по своим интересам, и это в любом случае нам идет на пользу. Хотелось бы почаще видеть такие подобные мероприятия, и рад буду на них поучаствовать. Организатором мероприятия выступили представители духовенства района и молодежной организации «Аз Патриоты». Подобные встречи, по их словам, будут проводить на регулярной основе. Сольное народное пение, игра на национальных инструментах, изобразительное искусство. Более 60 участников выступили с программами на региональных молодежных дельфийских играх. Этот конкурс творческого мастерства проводится в Махачкале уже 20-й юбилейный раз. Именно благодаря дельфийским играм, по словам организаторов, молодые талантливые дагестанцы смогут получить финансовую поддержку, чтобы продолжить свой творческий путь. 17 финалистов за счет Министерства молодежи Дагестана отправятся летом в город Перми представлять нашу республику. Масштабные мероприятия, как Олимпийские игры прямо проходят. Около 20 с лишним тысяч участников в научном этапе участвуют. Огромное количество компетенций, начиная от парикмахера и поваров заканчивая. Но мы выбрали те направления, которые подходят для нашей республики, которые могут конкурировать. Основной акцент мы делаем, конечно, большую ставку делаем именно на унскурскую орнаментальную насечку металла по дереву и кубачинское ювелирное искусство. Почему унсуколь? Потому что это один из уникальных промыслов во всем мире, скажем так, которых нет аналогов ни по технике, ни по изделию. И кубачинь тоже во всем мире известное такое ремесло. Выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Кубачинское серебро» пройдет в Махачкале с 5 по 7 марта. Более 60 мастеров-ювелиров представят женские украшения, браслеты, серебряную посуду, а также дагестанское художественно оформленное холодное оружие в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. Организатором выставки продажи выступил региональный Минтуризм. В программе массового мероприятия мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий, орнаментальному оформлению платков, вязанию носков джурабов, а также концерт фольклорных коллективов Дахадаевского, Кайтакского и Акушинского районов. Молодежная сборная Дагестана подзюдо завоевала три медали первенства СКФО в Каспийске. В соревнованиях среди юниоров лучшими в своих весах стали Абдулкадир Абдулкадиров и Ибрагим Гаджи Сулейманов. Среди юниорок награда высшей пробы на счету Айшат Загидовой. Также в копилке республиканской команды две серебряные и шесть бронзовых наград. Всего в соревнованиях участвовали порядка 300 спортсменов со всех регионов СКФО. Медалисты войдут в состав сборной для участия в первенстве России, сроки и место проведения которого пока не определены. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания.